Добрый вечер. Меня зовут Алена Ермолаева, я координатор программы социально-активные медиа. И я бы не хотела много говорить, потому что мы все устали, времени много. У меня есть несколько видюшек, и я думаю, вас таким образом назвали. Так вот, программа социально-активные медиа существует с 2009 года, и за это время мы успели сделать довольно много, реализовать довольно много креативных компаний, порядка 30. В общем, эта программа работает таким образом, как фонд КАФ и программа социально-активные медиа выступает неким посредником между креативными агентствами НКО и СМИ. Мы на конкурсной основе отбираем фонды, знакомим с креативными агентствами, которые для них делают качественный продукт, и затем мы размещаем этот продукт в наших партнерских СМИ. В настоящий момент мы размещаем компании в таких СМИ, как основные интерпендент медиа, издательский дом, операторы народной рекламы и сектор, и некоторые другие. Это далеко не многие наши партнеры для этого агентства, СМИ, с которыми мы работали, это НКО, и порядка 100. Чем мы можем привлечь агентство? Что мы можем ему предложить? Для агентства прогона, деятельность, иметь свои выгоды, но, во-первых, это возможность сделать фестивальную работу. Это такая хорошая мотивация, и некоторые наши компании, которые мы делали, действительно получали серебряную Меркурию и некоторые другие престижные награды. Это больный креатив, действительно благотворительность это такая плодотворная почва для воображения. Некоторые агентства привлекают молодые сотрудников к этим проектам. Ну и, конечно, благотворительность это хорошая возможность отойти от работы над зубной пастой, стиральным порошком и так далее. Очень бывает интересно. Ну, собственно, работа с НКОшными проектами, она мало отличается от работы с обычными коммерческими клиентами, начиная с клипа, коробатную концерцию, долго ее согласуем, потом идет тоже длительная стадия производства, не менее длительная стадия его утверждения, ну и затем размещение и оценка. Оценивают проекты уже сами НКО, они... Размещение, вы кто занимаетесь? То есть вот сейчас вся история про креативное агентство, участвует ли как в медийной агентстве? Безусловно, это, скажем так, третий игрок в этой программе и среди наших партнеров в СМИ, как я сказала, издательские персоналы интерпретов медиа, Руссо УТО и... То есть это не медийные агентства, это просто непосредственно площадки для размещения? Да, да. Вот. У меня вопрос был именно на взаимодействия именно с медийными агентствами, то есть как строится работа, или у нее вообще нет? А что вы понимаете под медийные агентства? Ну, то есть условно говоря, есть какие-то крупные агентства, которые входят в группу, например, в Евангелие. Издательский дом в СМИ, наши давнишние партнеры, у них есть благотворительное направление, они так его называют, и заключается оно в том, что они работают только с фондом КАП, с нашей программой, больше ни с какими другими фондами. И их это вполне устраивает, потому что мы проводим валидацию некоммерческих организаций, и издательский дом может быть уверен в том, что рекламируются очень хорошие проекты и организации. Вот. Ну, таким образом. Алена, может быть, на выходе, что самое, вот для того, чтобы сложилась есть удача, если вы купили больше 30 штук, вот для того, чтобы сложились отношения, и на выходе появилось то, что полезно и фонду, и агентству интересно, что у вас должно произойти такое? Знаете, это очень сложный вопрос, и здесь мне очень понравилась философская концепция, здесь предложены, может, и эти флаг, но я думаю, что действительно агентство и НКО должны как-то найти точку взаимодействия, потому что, знаете, разные бывают проблемы, и не все наши компании в итоге выстреливали. Часто бывает так, что у агентства не хватает времени. Это понятно, потому что пробона – это, как правило, работа уже после 7 часов свободное время своё. Люди это делают. Бывает такое, что меняются люди в команде, и приходит новый человек, и начинается всё заново, да, новые идеи, новые концепции. Поэтому, и с другой стороны, НКО тоже не всегда бывает подготовлено к работе с агентством, ну, не умение написать бритв, не умение довести свою мысль для людей из агентства. И чтобы это немножечко отгладить, мы даже сделали обучающий курс, который три года подряд проводим с ассоциацией коммуникационных агентств России, и обучая НКОшек, ну, а зам взаимодействия с агентством. Мы приглашаем людей из агентства, они с ними работают, рассказывают, как это всё происходит, и вообще очень полезно всё это для НКО. Поэтому очень сложно найти эту точку взаимодействия. Бывает такое, что команда из агентства сталкивается с очень активной командой НКО, и у них получается вот, например, такой замечательный квест. Соберись и Борис, мы сделали его около года назад или около полутора лет назад. Это горячая линия психологической помощи ОНКО больным. Содействие, и, может быть, вы видели этот плакат на улицах Москвы, он долгое время не сел. Соберись и Борис. Я не знаю, почему этот кейс стал таким популярным, потому что все показатели фонда действительно зашкаливали. И фандрайзинг, и количество звонков, и всё увеличилось. Они нам сами признавались, что с этой компанией у них буквально началась другая жизнь. Я не знаю, может быть, цепляющий лозунг, может быть, симпатичная картинка. На любом случае это один из самых показательных кейсов. Я не буду останавливаться на всех кейсах, пожалуй, на самых удачных, но это просто можете посмотреть, что мы делали за эти часы. Очень многое из макетов было на улицах Москвы. Вот это тоже одна из моих любимых компаний, которые мы делали для фонда «Старшие братья и старшие сёстры». У них есть такой волонтёрский проект, когда они привлекают волонтёров для того, чтобы те часть своего свободного времени отдавали детям из детских домов. И здесь, смотрите, агентство подошло несколько ценой стороны. С той стороны, что я как волонтёр что-то даю ребёнку, а ребёнок тоже может меня чему-то научить. «Я научу тебя любить», говорит девочка. «Я научу тебя мечтать, удивляться». И вот эта компания тоже была одной из самых успешных, которые мы сделали. Кажется, она как раз окончилась, я понимаю. Собственно, вот ещё некоторые картинки. «Алёна, можно попросить, да, как раз геологичный период у нас с Пахимилова и с Фондопорби, и как раз таки хотела рассказать про кейсов, который был сделан? Вот, поэтому я как на всех случаях, как вы что-то какие-то в больнице сделаете?» Да, с удовольствием. Просто у меня было ещё маленькое видео, я не знаю, если у нас есть камень. Но со звуком у меня есть некоторые проблемы. Со звуком есть некоторые проблемы. Ну хорошо, да, у меня всё. Единственное, что я хочу вам сказать, это то, что мы проводим конкурсы где-то раз в три месяца. Поэтому, если среди вас не Кастинкао, я приглашаю всех участвовать в нашем конкурсе. А если у вас есть креативное агентство, то, пожалуйста, делитесь со мной своими контактами. Я думаю, мы вместе можем сделать много хорошего.